И для начала эпиграф, который связан со следующим человеком, который выйдет на эту сцену, с прекрасным молодым поэтом, и также как лейтмотив моего Нового Года. Что за утро? Налей-ка, не мешкая мне. Что там с ночи осталось в кувшине на дне? Прелесть этого утра душою почувствуй. Завтра станешь бесчувственным камнем в стене. Яночка, утренняя звездочка, яркая, свеженькая, будь добра. Выходи на сцену и порадуй нас, пожалуйста. Давай, 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 что ты сидишь-то? Попробуем, девочки. Она открывает ваш вечер. Яна Головичева. Так меня еще никто не позвонил. Я хочу прочесть небольшую прозу и два стихотворения. А однажды, поздней ночью, прозвенит телефонный звонок. Здравствуй, солнце. А знаешь, все даже неплохо. Я живу, кручусь во все стороны, окин маленький стеклянный шарик, бросая блики солнечных зайчиков в самые темные уголки пустых, пыльных, заброшенных квартир. А какая звучит музыка? Тебе бы она вряд ли понравилась, но она честная. Особенно, когда знаешь, о чем играю. В какой-то внезапный момент моя жизнь стала этой музыкой. Она быстро втекла по венам, сковав и дав свободу. Я дышу. Девушка, которая пытается обрасти корочкой, но все не может усыпить маленькую девочку, принимающую все близко к сердцу. Хотя, наверное, и не нужно. Вряд ли получится. А если и получится, то кроме смерти это никак нельзя будет называть. У меня все действительно неплохо. И людей вокруг много. Хороших людей, замечательных, красивых людей. Людей сильных, которым хочется тянуться. У которых ты учишься многому, меняешься. Я думаю, что в жизни каждого человека должны появиться такие люди. Люди, толкающие тебя к переменам. Вот только эти перемены разные бывают. Моя жизнь похожа на длинный-длинный выдох. Ты должна представить и понять меня. Легкие очищаются. Воздух уходит из твоего тела. Голова кружится, начинает. Появляется некая легкость. Еще чуть-чуть, и ты взлетишь. Одна миллисекунда, когда все становится простым, доступным и совсем не важно. Все очень неплохо. Да, бывает, я думаю много. О том, как было бы хорошо. А может и не было бы. Вообще, очень странная штука думать. В твоей голове возникают картинки. Снятся сны. И в какой-то момент ты начинаешь путаться. Было ли это на самом деле, или это игра твоего странного, больного, старого воображения. А оно действительно старое. Ему лет двести с хвостиком. Оно прожило до меня несколько поколений. И всех-всех помнит, изредка рассказывая, будто сказки на ночь. И звучат они твои голосом. Все неплохо. Даже интересно, чем это закончится. Либо я справлюсь, либо сойду с ума. Тут пятьдесят на пятьдесят. Хотя нет. Я справлюсь. Я обязана. Ведь есть люди, которым я нужна. Пусть они и не признаются в этом. Подойдут лишний раз, улыбнутся. Хотя и этого достаточно. А еще есть дети. Я видела их сегодня. Мы играли в слова. Это маленькие люди, в глазах которых я вижу огромную, невероятную, бесконечную любовь. А я заслужила? А я заслужу. Обязательно заслужу. А знаешь еще, почему все действительно неплохо? Потому что ты есть в каждом моем дне. Все эти бесконечные часы и месяцы. Ты меня держишь. Спасибо, что не ответила на мой девяносто восьмой звонок. Гудок, 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 гудок.